Артем Холодов, человек, который занимается маркетингом, автоворонками, он выступал у нас в том числе на конференции, на дизайн-конференции, делился с дизайнерами, как увеличивать продажи и доход. Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель системной студии и я продвигаю тему системности в творческих профессиях. Артем, привет! Расскажи, чем ты занимаешься, я тебя представил, немножко классного специалиста, всем рекомендую. Расскажи, что ты делаешь, какой твой продукт? Я занимаюсь маркетингом в основном сложными решениями, выстраиванием стратегий комплексных, автоворонками, запусками, сайтами с высокими конверсиями. То есть у меня специализация не нишевая, а скорее такая продуктовая, если продукт сложный, высококонкурентный, вот это ко мне. В основном делаю все свои продукты вокруг именно поисков смыслов, описаний выгод, информации систематизировать и понятно донести до конечного клиента. Но здесь я такой немножко рекламы сделаю тебе, у тебя вот за спиной книжка стоит, кстати, тоже к ней еще вернемся обязательно. Этот подход я часть общаясь с тобой наследовал, я вообще так с клиентами общаюсь, очень люблю общаться именно с собственниками, потому что многому можно научиться. Супер, давай перейдем тогда к теме, то что мы с тобой тоже познакомились, ты мне сделал свой продукт, я посмотрел, как оно выглядит, мы с тобой в том числе обсудили, как работает твое агентство. Я частично тоже поучаствовал в создании некой структуры, мы с тобой занимались. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к систематизации вообще своей темы, как она у тебя была, какие задачи перед собой стоял, почему ты решил, что нужно прописать, какие свои выводы по этой теме. То есть зачем систематизация предпринимателю? Это на самом деле огромная тема, неисчерпаемая, и на самом деле сложно даже найти причину какую-то основную. Она где-то находится в области усталости от постоянного контроля, от того, что все процессы завязаны на тебе. Но если нас служат творческие люди, а у тебя в основном аудитория творческая, они поймут, когда ты бесконечно работаешь, бесконечно увлечен, но при этом ты не растешь ни в деньгах, ни в свободном времени, ни в реализации каких-то там дополнительных своих амбиций. Ну, можно до бесконечности много там искать ответы на вопросы там в себе, но в действительности это все лечится системой, на мой взгляд. И у меня ее не было. Были на тот момент, это было два или три года назад, у меня уже на тот момент были несистемные подрядчики, с которыми отношения складывались чисто на сдельной основе. Но так или иначе, всю ответственность, каждые точки контроля я нес на себе. И это сильно выматывало. И мне прямо как воздух реально нужна была какая-то система, но проблема в том, что я с такой системой в творческом смысле не был знаком, который работает в творческой сфере. Потому что, повторюсь, у меня в основном такой производственный-логистический опыт, ну так его назовем. Там другие совершенно мотивации и взаимоотношения между сотрудником и руководителем. А я посмотрел на тебя, как уже глазами инсайдера, да, как подрядчика, вижу, что, видимо, Станислав что-то знает. Ведет много объектов сложных, знаковых, и при этом не похож на человека, который находится на грани равного срыва и там, не знаю, трехчасового сна. Я полагаю, что надо у него чему-то поучиться. Отлично. Ну и что, чему поучился, что сделал, что организовал в своей компании, что получилось? Главное, с чего все началось, это с понятного описания ролей и функций людей. То есть это прямо фундамент. Когда я их описал, у меня появилось прямо кристально ясное видение всех бизнес-процессов, и самое главное, оно появилось у людей. То есть люди начали понимать, где находится зон ответственности, где они влияют на продукт, где на него не влияют. И как следствие, очень механистическим стал процесс управления вообще продуктом. То есть ты понимаешь, что ты разбиваешь задачи на компоненты, ты не должен каждый раз с нуля придумывать, как должна быть выстроена работа над проектом. Это очень сильно освободило время. Отсюда сразу же, как следствие, возникла понятная система найма. То есть ты больше не мучаешься с выбором людей, с какими-то там каждый раз параметрами под задачу. Ты понимаешь, тебе нужны люди с определенным функционалом, с определенным мышлением. Это тоже очень облегчило задачу. И отсюда же, как следствие, получилось так, что вся команда стала постоянной. То есть это не случайный подрядчик, это очень большое зло, на самом деле, для команд, которые занимаются творчеством. Потому что случайный подрядчик, понимая, что его ценят только в рамках выполняемой работы, ну, как бы текущего спринта и дальше, он с тобой не останется. Может быть, останется, как бы непонятно. Он не уверен в будущем, он, соответственно, страхует себя, поднимает ценник за свои услуги. Он не хочет срабатываться с другими людьми, ну, как бы не то, чтобы не хочет, не стремится, да, потому что не нужно создавать сложные связи, если ты эти связи постоянно меняешь. И я, как владелец бизнеса, не могу опереться на таких людей. Я могу только им, ну, как бы заплатить за работу и отпустить с миром. А благодаря тому, что появилась система, люди внутри начали, ну, во-первых, задерживаться, уже оставаться надолго, относиться к этому как к общему делу. Все началось с очень простого шага, на самом деле, вот с описания, кто за что отвечает. И дальше, дальше, на самом деле, развернулась вещь, которая меня сейчас радует безмерно просто. Это то, что все ребята в команде сейчас, ну, я как бы шучу, что у нас такой небольшой Google, такой микро-Google, микро-микро. У нас, как бы, такая горизонтальная система, то есть каждый человек может выбирать любую задачу, входить в нее на какой-то короткий отрезок, давать ценность и выключаться. Ну, то есть, как бы, задачи, и там пунктирно в нее входить. За счет этого у нас получается такая нейросеть, самообучаемая система, да, то есть когда есть сложная задача, то есть не нужно, там, ломать голову об стену и пытаться ее решить. Достаточно просто позвать людей с другим опытом, и благодаря коллективным каким-то вот идеям, такая реально прям нейросеть, можно придумать практически любую сложную архитектуру чего-либо. И это прям вот то, чего я кайфую каждый день, то есть реально мы создали команду, где можно вот любой бизнес загрузить, и мы для него придумаем какую-то классную идею, технологию и так далее. Супер. Где-то около 20 человек работает всего. Ну, около, потому что кто-то прям постоянно-постоянно, а кто-то там периодически подключается. Большая сетка разных мозгов разных людей. Классно. Слушай, вот такой вопрос, вот ты как бы это все сделал, да, вот, ну, внедрил, а почему ты раньше, ну, до того, как решил делать, да, что раньше мешало этого не делать? Ну, все от головы, не знал, откровенно говоря. И удивляюсь, насколько все просто, ну, то есть в реальности, даже если я сейчас кому-то так тоже в таком свободном режиме подсказывают, я удивляюсь, что люди просто вот смотрят и, знаешь, как мем такой известна, что можно было так, да, можно, оказывается. Вот, во-вторых, очень много страхов, когда внедряешь систему, потому что есть иллюзия контроля. Ну, я про себя сейчас говорю, это мой такой личный, может, психологический момент, что когда ты контролируешь, вроде бы ты обеспечиваешь качество стопроцентное. Когда ты делегируешь, ты можешь потерять это качество. А поскольку непонятно, как делегировать, учитывая, что... Вот как можно делегировать творческую задачу, да, казалось бы, это же какая-то искра должна быть в голове его человека. Разве можно ее, эту искру, оцифровать? Оказывается, можно. Даже искры рождаются при определенном стечении обстоятельств. То есть наша задача, это обстоятельство, как бы, ну, инфраструктуру создать, чтобы искры били, да. Вот эти все ограничения, они связаны именно с непониманием, как устроена система. Толчок был нужен, несомненно, если коротко. Мы внедрили систему Time Money, которую как раз вот тоже вы разрабатываете. Значит, это система, которая помогает учитывать рабочее время в часах, ну, и в деньгах, соответственно. Эта штука очень сильно разгружает голову руководителя. Поясню сначала проблематику. Самая большая беда бизнеса – это кассовый разрыв, да, когда у тебя вроде бы как деньги на проект есть, а потом они заканчиваются, потому что их не считаешь. Кассовый разрыв есть в любом бизнесе, и я думаю, что каждый в нем побывал хотя бы раз. Система, о которой я говорю, ну, она фиксирует время, сколько отработано на каждом проекте командой, с детализацией по этапам и с детализацией по персоналям. В любой момент можно посмотреть, сколько проект, не знаю, там, условно, альфа, потратил на исследование, на проектный менеджмент, дизайн, на внедрение, на поиск ошибок. Сколько каждый человек потратил в этом проекте времени и денег. Показывает в реальности, сколько ты зарабатываешь, во-первых. Во-вторых, она показывает, насколько эффективны этапы и необходимы, и насколько эффективны люди на этих этапах. Как следствие, когда ты начинаешь что-то считать, ты начинаешь это контролировать. Тайммани мне очень сильно помогло. Но забота о выполнении бюджета проекта, ну, то есть себестоимости, не лежит на мне, она лежит на команде. Команда, благодаря тому, что у меня есть в руках инструмент, показывающий, сколько в реальности было потрачено денег на этап, может сама себя контролировать. Для этого есть мотивация соответствующая и мощный импульс, который высвобождает внимание, и ты спокоен за финансы, что они не сгорят, ну, если ты считать умеешь. Вот. А еще одна вещь, это такая более уже прикладная, та книга, что за спиной у тебя, ну, опять же, кто, может быть, ее не читал, вот читает, прочитайте. Я сам ее из твоих рук приобрел, у меня там автограф, мне уже обгрызли дети, она вся у меня такая же потрепанная, но, тем не менее, такая боевая, видно, что читали. Там очень хорошо описана технология извлечения уникальности, то есть как бы ты встречаешься с клиентом, у него бизнес как у всех, у него все как у всех, соответственный результат тоже как у всех. Для того, чтобы помочь ему построить хороший продукт маркетинговый, надо очень четко понимать, как построен его, ну, вернее, не как построен даже, а в чем его уникальность. А уникальность, она есть у любого человека, даже если, у любого бизнеса, даже если он прям вот одинаковый, казалось бы, с видом. Это какая бы, ну, для тех, кто любит математику, да, можно взять три секущих плоскости, да, они образуют единственную точку в пространстве. Это у нас личность собственника сильно влияет, да, на продукт, сам продукт и целевая аудитория. Ну, так или иначе, они все всегда в одной точке сводятся, даже в одинаковых бизнесах. Люди-то не одинаковые, набор нейронов-то разный у всех, поэтому эти точечки, они все равно как бы, ну, в пространстве находятся в разных местах. Чтобы эту точку найти, нужно приложить усилия. Но когда оно приложено, выходишь из поля, где все конкуренты. Книга, которая прям прошерстила от и до, вот эта вот, она как раз об этом, о том, что поиск этой самой уникальности в себе там или в твоих клиентах это достаточно технологичный процесс, достаточно понятный, хорошо описанный, и он мне очень сильно помогает в работе. Я даже не скрываю, где я беру эти данные, поле того. Очень рад, что так или иначе мы с тобой вместе работали, работаем. Очень круто, спасибо тебе за системность. У меня очень много было и поменялось.